Друзья, всем шалом! Сейчас я, Назар и наш драгоценный друг Михаэль. Мы сейчас находимся в Вышневце. Это Тернопольская область. Это не очень далеко от Кремится, где-то порядка 35 километров. Мы сейчас находимся около синагоги 16-17 века. Но точной информации, во всяком случае, я не нашел какой-то конкретно год окончания строительства было. Но то, что, получается, конец 16-го, начало 17-го века была окончена эта синагога, строительство ее. Сейчас здесь находится администрация Вышневца, а раньше это была синагога. Мы сейчас побываем еще в одном месте, в Вышневце. Вот так выглядит, Василий Васильевич. Давайте я покажу вам. Вот так выглядит здание. Оно, конечно, уже старое. Но здесь вот видно еще, то есть есть новое, есть то, что перестроено. А вот здесь еще видно угловые колонны сохранились. Вот тут рисуночек. Такие колонны как бы по центру, так снизу до верха. А центр, центр, центральный вход уже как бы он больше имеет современный вид. То есть вот эти колонны, они как бы разрушились уже со временем и убраны. Окна квадратные. Хотя, если посмотреть вот там наверху накладочку, видно, что окна были в свое время круглые. То есть вверху круглые. Это типичное строительство синагоги. Да, все окна и входы, они имеют округлость, округлый верх. Вот. Но сейчас здесь, здесь находится и полицейский участок, и здесь сейчас администрация Вышневца. Хотя в прошлом это была синагога. Да. Очень интересно. Старое здание. Доброго дня. Старое здание. Когда-то здесь была синагога. В Вышневце было много евреев, но когда пришла война, здесь тоже из Вышневца сделали одно большое гетто. И здесь было порядка 6 тысяч евреев. Не с самого начала. Позже. Потому что многие евреи бежали с других регионов. В частности, из Львова бежали. Когда армия Гитлера захватывала эти регионы. Вот. И евреи перемещались. И к тому моменту, когда Вышневец тоже оказался под властью немецкой армии. Ну не то, что немецкой. Знаете, сегодня нужно так корректно выражаться. Армией Гитлера того времени. То здесь уже накопилось близко так около 6 тысяч евреев. И сделали потом здесь большое гетто. Все евреи потом были до одного практически уничтожены. Мы сейчас еще отправимся в то место, расстрельное место, чтобы навестить это место. И почтить память. Ну вот, вот такое вот. Вот это была синагога. Сейчас здесь администрация. Время все меняет. Времена меняются. Нравы меняются. Власть меняется. Обычаи меняются. Традиции меняются. Одного нельзя вычеркнуть. Это трагедии. Массовые трагедии. Их никогда нельзя забыть. Их пытаются переписывать. Но их никогда нельзя забыть. Итак, это была синагога. Вот такая вот синагога в прошлом. Все. Мы перемещаемся дальше с нашим гостем из Германии. Мы сейчас побываем еще на расстрельном месте. Все. Пусть будет мир во всем мире. Пусть будет мир во всем мире. Все. До встречи. До встречи.